Начали видеоконференцию с приятных новостей. Первоклассников стало гораздо больше. В этом году за парты впервые сядут 1 миллион 600 тысяч детей. Это на 150 тысяч больше по сравнению с 2015. Увеличение количества школьников рождает необходимость создавать новые учебные места. К первому сентября в регионах сдаются 90 новых школ и до конца этого года будет сдано еще 95 школ. Это отличный результат, на который мы вышли впервые за довольно долголетний период. Готовность принять новоиспеченных школьников по стране также отличная – 90%. Ольга Голодец заверила, в остальных же завершается процесс приемки. Что касаемо преподавательского состава, тоже есть положительная динамика. Число учителей в России достигло показателей 1 миллион 200 тысяч. Средняя зарплата по стране – 36 800 рублей. Вырастут показатели в этом году. Нововведение принесет 1 сентября и в сферу образовательных программ. Мы реализуем дополнительно программу «Школьный автобус» для того, чтобы повысить качество и комфорт доставки детей к своим школьным зданиям. В Орловскую область прибудут шесть автобусов. Еще одной серьезной инновацией будет и то, что с 1 сентября в обычные общеобразовательные школы теперь пойдут учиться воспитанники детских домов. Сделано это для максимальной социализации детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Серьезные изменения в ЕГЭ, которые уходят от формализма, и в ЕГЭ будут исключены задания с выбором одного ответа. Планируется, что эти нововведения коснутся биологии, физики и химии. А также будет продолжена разработка модели устной сдачи ЕГЭ по русскому языку. Большое внимание планируется уделить переподготовке учителей, от которых напрямую зависят результаты сдачи школьниками единого государственного экзамена. Алина Логутина, Олег Фомин, Телеканал «Первый областной».